Пятого марта в Севастополе с Одночерного моря был поднят торпедный катер Г-5, затонувший в годы Великой Отечественной войны. Этот катер затонул на выходе из карантинной бухты, где во время 2-й героической обороны Севастополя 41-42-х годов базировалась бригада торпедных катеров Черноморского флота. Судно пролежало под водой 78 лет, несмотря на это его корпус хорошо сохранился, он находился на глубине 12 метров. Г-5 это малый боевой корабль, он был предназначен для поражения военных и транспортных судов противника. Во время войны экипажи таких катеров выходили на ночные рейды, атаковали врага, высаживали десант, а также эвакуировали раненых и спасали сбитых летчиков из воды. Обнаруженный катер входил в состав бригады Черноморского флота, которая базировалась в карантинной бухте. Перед подъемом водолаза обследовали катер на предмет нахождения в нем торпед и других взрывоопасных предметов. Корабль доставали с помощью плавучего крана. Несмотря на все усилия водолазов, корпус судна не смогли сохранить целым. Под тяжестью ила и песка корма судна отвалилась. Теперь же водолазам предстоит вторая часть операции по подъему кормы. На данный момент ведутся работы в архивах, чтобы установить номер катера и имена экипажа. Уже стало известно, что во время обороны Севастополя авиация противника смогла потопить 6 катеров этой серии. Но все они были потоплены не в карантинной бухте, а на внешнем рейде. С большой долей вероятности можно сказать, что это катер номер 61, который затонул 15 июня 42 года при столкновении с другим катером СК-133. Сведений о других торпедных катерах, погибших в бухте, больше нет. В дальнейшем планируется восстановить внешний вид катера и установить его на постамент в качестве памятника героической обороны Севастополя. Надеюсь, в скором времени мы узнаем имена экипажа и их дальнейшую судьбу. Друзья, подписывайтесь на канал, чтобы узнать продолжение этой удивительной истории. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...